Я сам являюсь студентом ACCA и сейчас я еще обучаю студентов. Как и всем, готовиться издавать достаточно тяжело, но в то же время интересно, на самом деле, получаю некое удовольствие, когда каждый раз во время подготовки и сдачи открываешь для себя некоторые инсайты. Это такое, можно сказать, ощущение нового порядка, нового уровня. Недостаточно знать просто финансовую часть, нужно еще знать и бизнес английский, но так как изучал язык со школы, то в принципе, конечно, трудно, но все вполне реализуемо. Секрет, как подготовиться к экзамену, сдать его с первого раза, конечно, есть. И это далеко не секрет. Нужно просто готовиться. На самом деле все просто. Чем раньше вы начнете подготовку к экзамену, тем с большей вероятностью вы его сдадите успешно. ACCA — это команда. Это, если говорить не одним словом, а двумя, это сообщество единомышленников. То, что я ценю лично в организации, тот вектор развития, который сейчас есть у ACCA, людей, когда ты не просто получаешь какие-то новые знания, сидишь за учебниками и ходишь на экзамены, ты еще и ощущаешь причастность к организации, ты знакомишься с людьми, которые такие же, как ты, сдают экзамены, учатся, у которых те же самые проблемы, что и у тебя. Личная жизнь, работа, не хватает времени на подготовку, но все равно ты видишь тот драйв, с которым они подходят к этому, и это и тебе придает силу. У каждого из нас наступает тот момент, когда кажется, что ты уже выдохся, что на твоем пути слишком много каких-то преград, приходится чем-то жертвовать. На этот счет меня вдохновляет цитата Че Гевары, который говорил, что если на вашем пути нет препятствий, скорее всего он ведет никуда. На пути к квалификации CCA 13 препятствий, но каждый раз их преодолевая, ты становишься только сильнее, и это по-настоящему так.